Статуи в Екатеринском парке впервые за много месяцев увидели свет. С декабря они томились в специальных коробах, которые укрывали их от зимней непогоды. На то, чтобы освободить каждую статую, у сотрудников уходит минут пять, не больше. Перезимовали хорошо. Зима была такая достаточно мягкая. Поэтому, слава богу, сохранность нашей уникальной коллекции под открытым небом, она в хорошем состоянии. Всего в таких домиках перезимовали 60 статуй. Перед Екатеринским дворцом собраны самые ценные из них. Те, что привезли еще при Петре Первом. Это скульптуры старых венецианских мастеров. Их поставили здесь по приказу императрицы Елизаветы. Антония Торсия, Петра Баратта, Джузеппе Дзимиани. Эти воятели даже не предполагали, что их творением придется пройти испытания снегом и морозами. Этому мраморному Дионису больше 300 лет. Поэтому мыть его шевелюру из виноградных листьев нужно особенно нежно и тщательно. Парковые служители говорят, что лучше всего это делать детским шампунем. Глаз щипать точно не будет. Своей неповторимой атмосферой церкосельские парки обязаны не только скульптурам, но и цветам. Всего в этом году высадят 120 тысяч растений. Первыми появятся тульпаны, а также виолы. Это разновидность анютиных глазок. Их очень любила императрица Екатерина II. Пытаемся подобрать какие-то исторические сорта, изучаем исторический ассортимент. Все это компонуем. Создаем некий проект, который потом согласовывается научными сотрудниками музея, согласовывается специалистами комитета по охране памятников. И уже через год мы поменяем наше цветочное оформление на что-то другое. В оранжере готовят цветочную рассаду. Формируют кроны вечно зеленых растений. Лавровые и лимонные деревья радуют не только взор, но и обоняние. Но чтобы деревца росли хорошо, их нужно подстричь. Я их постригаю, я вижу, как-то уже знаю все эти лавры, привыкла к ним. Я постригаю и вижу, как они так благородненько, благодарно так отрастают, набирают новые лица, форму свою держат. Благодаря тому, что я их очень люблю. Так что тут все взаимно. Вот так будут выглядеть царскосельские клумбы летом. Сотрудники музея-заповедника утверждают, что пять минут нахождения в такой аллее продлевает молодость на пять дней. Но чтобы добиться такого волшебного эффекта, нужно потратить несколько месяцев кропотливого труда. Дмитрий Исковский, Сергей Смирнов, Константин Никитин. Вести. Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok